Добрый день, уважаемые любители футбола! Говорит и показывает поселок Приморский. Это Тольятти, это Самарская область. И это юношеская футбольная лига номер 2. Час назад завершился в пользу тольяттинцев. Младшее поколение выиграло со счетом 2-0. Вообще забито много мячей у Шорзенит. Учитывая то, что команда добыла всего только одну победу. Но 10 мячей забили. 10. В победном матче. А вот и гол. Мы пытались статистику сейчас обсудить. Прошлых игр с Шорзенит. А в этот момент Академия Коноплева, войдя в штрафную, фактически первым ударом в створ ворот заставляет капитулировать команду гостей. И 1-0. Тольяттинцы вырываются вперед. И это очень хорошее подспорье. Но здесь, наверное, и тренеры подсказали Олегу Пенину, что можно развернуться в обратную сторону, отдать передачу. Палагин удар! И добивание! Ох, нет. Добивание было, но не то, которого ждали, конечно. Даже игроки на поле вздохнули разочарованно. Но Руслан Мамешев... Ну, а как ему еще надо было действовать? Ну, когда у тебя соперник визит на ноге... Ну, вы знаете, обычно у центральных защитников, которые выходят бить, конечно, удары сильные, но по прямой. Вот Мамешев пытался крутить. Время компенсированное к первому тайму завершено. Значит, Шор Зенит пока играет прежним составом. 1-0. Поменялись команды воротами. Хорошо перехватывает мяч. Денис Базыгин. Перевод налево. Мамешев. Удар в ближний угол. Нет, не в ближний. Нет, нет, нет. С острого угла в дальний угол. Руслан Мамешев бил и очень расстроен, что в этот момент, ну, видел цель, но не смог обвести препятствие. Атака. Атака от Альятинцев и линия штрафной. Но вот удар состоялся и с рикошетом, к сожалению, для Кирилла Попова, который схватился за голову, что позиция была удобная. И здесь удар головой, спиной к воротам. Вот очень интересный момент. Так, и компенсированное время. Три минуты добавлено к основному времени матча. Три минуты. Не успели сделать заключительную замену тренеры «Зенита». Закончен матч. Поздравляем Акрон Академию Коноплева из Тольятти с первой победой в сезоне.